Добрый день новости на 12 канале в студии Денис Жарков. Главное к этому часу. Амичи соболезнуют семьям погибших. Сегодня в Санкт-Петербург доставили тела жертв в авиакатастрофы над Синаем. Новый кабинет министров. Губернатор назвал имена главведомств. Танцы закончились в больнице. ЧП в Черлакском доме творчества. Во время занятий обрушился потолок. Думать на сто шагов вперед и не бояться перемен. Чему научат в школе молодого политика? И где находятся золотые горы? В рамках всероссийской акции Амичи проверили свое знание географии. Сегодня в Санкт-Петербурге приземлился первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе, летевших из Египта. Это останки 144 погибших. Следующий борт прибудет в Пулково завтра вечером. Тела жертв доставят в морг. Там начнется процедура опознания погибших родственниками. А мечей среди пассажиров, рухнувшего над Синайским полуостровом лайнера, не было. Напомню, авиакатастрофа произошла в субботу 31 октября. Борт вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. И уже через 23 минуты после взлета в воздухе произошли неполадки. Уже точно известно, что самолет развалился еще в небе. Останки воздушного судна разбросало на несколько километров друг от друга. Погибли все члены экипажа и пассажиры. Это 224 человека, среди которых 17 детей. Преимущественно в северную столицу летели россияне, но были на борту также украинцы и белорусы. На месте трагедии сейчас работают в том числе российские специалисты. Накануне несколько самолетов МЧС прибыли в египетскую столицу. Указом президента 1 ноября объявлено днем траура. Ну а в городе Наневе траур продлится три дня. От лица всех жителей Омской области соболезнования семьям жертв катастрофы выразил губернатор Виктор Назаров. Менее чем через час глава региона Виктор Назаров официально представит на заседании правительства новый кабинет министров. Его состав стал известен сегодня утром на аппаратном совещании. Не все министры сохранили свои посты. Прощаясь с бывшими коллегами, губернатор поблагодарил их за работу. О предполагаемой структуре кабмина много писали омские интернет-СМИ. Не все прогнозы оправдались. К примеру, одним из зампредов областного правительства стала экс-помощница сенатора Галушко Татьяна Вежевитова. Всего у губернатора будет пять заместителей, и каждый станет курировать свой блок. Подробнее о кадровых перестановках Танзеля Бахтиярова. На утром сегодня прошло аппаратное совещание. Кабинет министров в последний раз собрался в старом составе. Это было, наверное, самое короткое аппаратное в истории регионального правительства. Длилось оно всего несколько минут. Глава региона Виктор Назаров поблагодарил тех, кто все эти три года был с ним в одной команде, шел рука об руку и вручил тем, кто покидает правительственные ряды, благодарственные письма. И сразу же после аппаратного совещания Виктор Назаров дал эксклюзивное интервью 12-му каналу, в котором официально назвал имена тех, кто покидает правительство Омской области, и назвал фамилии новых министров. Предлагаю послушать. Сегодня освобождены от занимаемых должностей министр имущественных отношений Соболев Виктор Юрьевич, министр сельского хозяйства Эрлих Виталий Александрович, министр физической культуры Сан Сламонович Фабрициус и Дедитковский, министр социального развития. На их место придут другие люди, которые по рекомендации зампредов мной утверждены. Прежде всего, чем руководствовались при формировании нового правительства и целей задач, это войти в тот бюджет, который сегодня необходим для того, чтобы область могла, условно говоря, не снизить того объема и социальных услуг, и те объекты, которые перед нами стоят в рамках 300-летия. И второе, это сегодня создать задел на то будущее, которое мы видим на перспективный план развития трехлетнего периода. Министерство спорта – это Подбельский, министерство сельского хозяйства – Чекусов, министерство ЖКХ и строительства – это Массан, и министерство социального развития – это Куприянов. Ну и немного о новой структуре регионального правительства. Она предполагает наличие у губернатора пяти заместителей. Ранее напомню, предполагалось, что их будет четыре. Но на своей пресс-конференции, которую Виктор Назаров дал сразу после вступления в должность, он говорил о том, что в случае необходимости будет введена должность пятого зама. И вот и так им станет Владимир Компанейщиков. Ему предстоит курировать вопросы территориального развития и внутренней политики. Ну и что же касается заместителя губернатора по социальным вопросам, эту сферу будет курировать Татьяна Вежевитова. Финансовые вопросы Виктор Назаров взял под свою личную ответственность. Аппарат губернатора и регионального правительства возглавит Юрий Корючин. Свои посты сохранили министр, глава Минпрома Виктор Белов, глава Минприроды Александр Винокуров, министр культуры Виктор Лопухин, министр здравоохранения Андрей Староженко, глава Минобра Сергей Канунников в должности министра экономики утверждена Оксана Фадина, министр финансов Вадим Чеченко. И уже сегодня, во второй половине дня, региональный кабинет министров уже в новом составе соберется на заседание правительства Омской области. В Черлакском доме культуры специальная комиссия занимается оценкой повреждений. Здесь в выходные произошло серьезное ЧП. Обрушилась часть потолка, никто не погиб, но двум девочкам понадобилась помощь медиков. Кусок штукатурки весом приблизительно в 100 килограммов рухнул прямо во время занятий по хореографии. Педагоги и родители быстро стали выводить детей из здания. Вызвали и скорую помощь. Осколками гипсового раствора задело двух школьниц, им поцарапало руки. Врачи отправили пострадавших в центральную районную больницу, где им оказали помощь, и сейчас они уже отпущены домой. Я сижу на столочке и жду дочь и слышу такой грохот. Мне как бы думают, на стенах ничего нет. Думаю, что может упасть? Я туда, а тут уже с двери пыль. И Анастасия Николаевна стоит, и ребятишки вдоль другой стенки стоят. Мы с ребятишками быстренько выбежали, никто особо не пострадал. Но что ребята испуганы были, испуганы все вместе. Мои родители я вызвала, скорую помощь мы вызвали. Все занятия в Доме творчества отменены. Региональным министерством образования решаются вопросы реконструкции здания. Известно, что построено оно было еще в середине прошлого века. Омская молодежь подалась в политику. Слушатели школы молодого политика вновь сели за партой. Учиться предстоит в течение года. Школа работает при региональном правительстве с 2005-го. За это время через нее прошли несколько сотен человек. В программе обучения политологии, основы юриспруденции, социологии. С лекциями и мастер-классами для слушателей выступят преподаватели омских вузов, представители политических партий и сотрудники регионального правительства. Тему продолжит Мария Седнева. 67 молодых политиков о том, что их ждет, пока только догадывается. Многие пришли сюда под впечатлением от рассказов друзей, которые школу закончили в предыдущие годы. У меня очень много знакомых, которые закончили раньше меня в прошлом, в позапрошлом выпуске. И как-то вот я затянула немного, но решила, что все-таки тоже нужно пройти эту школу. Через проект уже прошли больше 500 человек. Стать слушателем с каждым годом все сложнее. В нынешнем конкурсе было два человека на место. Первое занятие – вводное. Владимир Компанечиков призывает будущих коллег не бояться перемен. Самое важное качество политика – умение думать на 100 шагов вперед. Поэтому, готовясь ко встрече со слушателями, замгубернатора составил список книг, которые будут полезны тем, кто хочет развить себе лидерские качества. Поделился и секретом, как добиться успеха. Главное – постоянно выходить из зоны комфорта. Политиками не рождаются, ами остановятся. И вы видите, какие усилия предпринимает федеральная власть и губернатор Ромской области в регионе для того, чтобы развивать институты гражданского общества, развивать диалог, профессиональный, конструктивный диалог между властью, между жителями Омской области. Для развития этого диалога действительно нужно профессионал. Эти люди, которые хотят и могут выстраивать политическую жизнь в регионе и в стране таким образом, чтобы она способствовала развитию экономическому, социальному и общественному. Поприветствовал будущих коллег Михаил Каракос и Алексей Сокин. Самые успешные выпускники школы рассказали о том, что ждет слушателей в ближайший год. А генеральный директор 12-го канала Александр Малькевич зашел еще дальше. На примере публикации в СМИ показал, на что придется пойти ради политики. Против публичного человека может быть использовано любое сказанное им слово. Региональный проект работает уже 11-й год. Выпускники участвуют в избирательных кампаниях, баллотируются в органы местного самоуправления. Впрочем, организаторы не скрывают, часть слушателей в течение года отсеется. С дисциплиной в школе строго. Три пропуска и автоматически исключают ученика из числа молодых политиков. Изучать основы политологии, юриспруденции, развивать лидерские качества слушатели будут дважды в месяц в течение года. Мария Синева, Танделя Бахтиярова, Александр Саражин, 12 канал. В областном доме дружбы обсудили, как не допустить распространение радикальных идей среди омской молодежи. Участники круглого стола рассмотрели пример москвички Варвары Карауловой. Летом студентка МГУ сбежала в Сирию, но несмотря на то, что ее вернули домой, до сих пор поддерживает контакты с террористами. Представители духовенства, власти силовых структур пытались разобраться, почему молодежь по всему миру поддается опасному влиянию. Отметили собравшийся и тот факт, что Омская область в плане межнациональных отношений входит в пятерку самых благополучных российских регионов, а способствует этому сотрудничеству с национальными диаспорами, проживающими на территории региона. Как считают участники совещания, Омская область — это общий дом для представителей более чем 120 национальностей, и никто не доспустит между ними вражды. Какие горы называют золотыми и где в России исповедуют буддизм? Вопросы первого в России географического диктанта, прошедшего в воскресенье, больше напоминали проверку эрудиции, а не остаточных школьных знаний. Блеснуть кругозором решились больше 500 мечей. Тест состоял из 25 вопросов. Они касались географических терминов, описаний стран. Причем вариантов ответов не было, но самые внимательные нашли подсказки в формулировках заданий. Например, в опросе на самый южный город-миллионник России была указана достаточно известная достопримечательность от того самого города, который упоминался в опросе. Пришлось вспомнить часовые пояса, какие-то термины. По регионам нашей страны вспоминать, какие-то моменты тоже пришлось. Результаты географического диктанта станут известны через месяц. Вместе с оценками каждый участник получит список рекомендаций того, что из школьной программы стоит повторить. Когда собака – лекарство, Омский центр канистерапии, где особых детей лечат при помощи специально обученных псов, отмечает свой первый день рождения. Всего за год ребята, которые раньше не могли произнести слово, начали говорить. Многие сделали это впервые в жизни. Какие методы лечения используют четвероногие доктора, узнавала Анна Рубцова. Эти псы и мухи не обидят. Покладистый, дружелюбный и терпеливый нрав – один из обязательных пунктов резюме каждой собаки, желающей занимать ответственную должность доктора. Всего в центре канистерапии 15 четвероногих врачей. Сейчас здесь проходит реабилитацию 45 детей. Некоторые малыши с диагнозом ДЦП научились, к примеру, фиксировать в руке мяч и бросать его собаки. Псы-терапевты помогли преодолеть многим детям страхи и даже научили разговаривать. У нас ребенок умственно отстал, который вообще ничего не говорил. То есть у него были несколько эмоций на лице. Да, он эмоционировал, то есть он выражал какие-то свои, скажем, желания через эмоции. То есть сейчас он начал говорить. То есть выдает звуки, то есть выдает самые простые слова. Вот. Но это очень здорово. Сегодня городской центр канистерапии отмечает первый день рождения. Год назад инициаторами его создания выступили общественная организация кинологического спорта, а также администрация Омска. Мы надеемся, что развитие вот этого направления канистерапии при помощи воспитания, обучения, дрессировки собак и использования некоторых собак в качестве канистерапевтов позволяет сделать очень многие вещи социального характера. Я очень рад тому, что у нас получилось, и будем стараться это развивать. Совсем недавно сотрудники центра вернулись из Казахстана. Там тоже собираются открывать центр канистерапии. А мячи делились опытом. Наметили и новые векторы для развития. Планируют открыть секцию скалолазания и спортивных танцев для особых детей. Анна Рубцова, Вячеслав Лысенко, 12 канал. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете 12канал.ру. Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Не переключайтесь. Фаворит. Довольные покупатели – наша главная ценность. 8 ноября в молодежном центре «Химик» народная артистка России Екатерина Шаврина. ГТРК «Омск» представляет. 15 декабря в СКК имени Блинова переворот в цирковом искусстве и революция в хореографии. Шанхайская труппа с балетно-акробатическим шоу «Щелкунчик». Гениальный балет Чайковского, рассказанный китайскими артистами на языке цирка. Потрясающее соединение танцев и спецэффектов. Акробатики и мастерства кунг-фу. 15 декабря. К Новому году. Непревзойденные «Щелкунчи». Справки по телефону 38 35 36. Классно, классно. Пуховики и куртки на «Химиков 32». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов с программой «Ваши любимые песни». Колодец, колодец. 9 ноября. Концертный зал. Два ГИС. Организации, входы, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Два ГИС, если быть точным. Работает офлайн. Евро-окно «Стандарт». Всем записавшимся на замер подарок 700 007. И о погоде. Спонсор прогноза. Компания «Дарвик». Ремонт на отделочные работы и монтаж натяжных потолков под ключ. Завтра, 3 ноября, в области Ивомске облачно. Снег, температура воздуха в районах ночью 4-6 градусов мороза. Днем 2-4 ниже нуля. В Омске днем 0, минус 2. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ремонт на отделочные работы любой сложности. Быстрое выполнение заказа. Гарантия качества. С компанией «Дарвик» тепло, комфортно и уютно. Телефон 347-147. Сайт darvik.blisko.ru Пока это все новости о развитии событий в 17 часов. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин